В общем, днём электроэнергия дорогая. И она стоит, допустим, 3 кг. Ночью электроэнергия дешёвая, она стоит десятка, допустим, копеек. Поэтому отопление есть в ней, которые топятся ночью по дешёвке, по дешёвой энергии. И это самое, по-нафигу. Нет, у нас тоже есть тарифы, трёхтарифы и счётчики. Есть прайм-тайм. А много их тут наставлено. Много. А куда мы вообще приехали? Где мы здесь? В своё время они были самыми крупными землевладельцами района. Наш район самый крупный в области, получается. Они были, короче, у них были... Ой, около Франции, сейчас это Франция, у них были рудники там. Они, короче, на меди зарабатывали деньги, вкладывали деньги в землю. Скупали имения, получается, по Германии. И вкладывали деньги в землю, это сто лет назад. После Первой мировой войны они потеряли, как бы, эти земли, свои рудники. И сюда переехали и жили. Короче, вот этому дому 150 лет. Вот этому тоже. Дом. Это построено всё до войны, вот эти вот каменные дома. Ага. Пошли покажи, что что-то есть. Да, пошли посмотрим. Так и у тебя тут пасека, да? Да. Опель не продаётся? Выбирай, подарок. Я же говорил, поедем домой на тачке какой-нибудь. На днюху будет опель. Там пчёл у тебя может подойти, прямо там видно будет. А, ну, почему-то. Ёооо, вот это теперь я понял. Я же сначала не понял. У тебя видео все. Вот там ты ходишь, вот там ты ходишь. Тут макарнику облёт, он туда вот справа как бы. Тут был павильон как бы. Ну, вот этот дом мы сами сделали. Он разрушен, всё было. Там лес, короче, был полос. Я тоже смотрел на славу. Никакая не упала. Сейчас посмотрим. Короче, павильон был ещё так. Ну, павильон, да, обслужён, то есть, ну, буля-буля. Там всё с милом мы убрали, крышу так сделали и всё. Это заход с той стороны? Да. Тут макарника всё полос. Слышь, там пошли. Пошли, там? Где же? Пойдём попасть. На пасеку, на пасеку. Дело в том, что ветер на улице будет шулять. Сейчас мы в низину идём. Короче, вот я заселяю. Ну, по-моему, что это будет вроде бы. На этом столе. Стол Димон, кстати, с батей приобрели. Вечером в городе что-то выбросило, они прихватили. Нормальный стол такой. Да, он, видишь, слаживается. Пластиковый. Ну, тут димана. Можешь свет включить? Да, если б я знал, где он находится. Алло, тут у тебя свет сразу включится сам. Где-то я включил же силы. Тут у нас склад, короче. Вот. О, вороночка. Которая стоит что-то до хрена. Ну, вон ещё. Да, вот эти я, короче, почему я наперёд. Они зимовать, пробовал, короче, погибают. Не хватает формы, и пчёл изнашиваются. Это дерево. Это шестерамочники? Да, это шестерамочники. Ну, я говорю, я пробовал зимовать, и одна зима, и всё, погибло, короче. Это из дерева. Да, из дерева. Не выживает, короче, не хватает энергии. Решётки металлические. Вон киллеры. Видишь, все, все где, все на облётниках, с номерками. Не все, вот. С литками. Да. Вот этот идёт. Большая часть сделана. Это на F1, который первый заселили, но теперь такой не... металлический этаж пластиковый. Киллеры. Такие вот есть, новенькие, видно, да? Свежие. Ну, чего, мы сами докупаем. Это сколько? Периодически, да? Ой, что-то 500, наверное, если не больше. Сейчас 200 заказал ещё. Ну, в общем, больше тысячи? Нет, тысяча 300. За счёт 2400, не знаю. Склад, короче. Вот ящики привычные, они дома. Это для прививки стартера. Вот, вот, вот идёт. Вот, вот. Да и вот ящики, видишь? Вот вораевни, это, когда сметают искусственные раи. Это для прививки. Да, да. Их тут. Чё-да? Чё-да? У меня дома есть, надо там посмотреть. Надо три рамочки. Хуп-хуп. Решётки, вы, конечно. Да, я показывал. Пенопласт. А тут тоже плотность хорошая, такая, как у Дениса. Да я в пикозах. Для меня главное, что они там живут намного и всё. Я же не произвожу их в этом, на камушке. Смотри. Вы в этом же что? Да, вот это. А вот это? Это для ВК ящики. А, да, да, я понял. Кожухи. Кожухи. Пошли, то, что там... Пошли. А вот это что? Это, короче, такая штука, понимаешь ли? В общем, это я на Лутентале взял. Это такая, знаешь, как бы... Блин, короче, на банке консервной трафаретка доделают. Ага. Прорезиновый материал на палеты, ложки на улья сверху, чтобы он не мог бы... Мне на Лутентале подойдет Альберра, Альберра. Люди жили. Тут всё сверху жили люди. Я лазил, короче, вот тут вот, видишь, вот там, если у чердака. Там обои даже поклеены. Я не знаю, почему они до такого состояния довели. А снег же недавно. Так я не пойму. Вот это сейчас земля. Она же кому-то принадлежит. Частнику. А что они не продают или... Продают 120 тысяч никто не берёт. Вот это 120 тысяч? 120 тысяч, вот этот участок полностью всё. Вот это вот туда. Короче, вот это всё вот так вот. Четыре с половиной гектары земли. Ага. Ну, а тебе могу сказать, дом 10 тонн соляры. Сезон надо, только 10 тысяч евро, чтобы дом протопить. Ну, по-моему, понятно. 6 тысяч. Ну, это даже не половина, да? А тут вот так не грёз. Всё, вот, оттуда, оттуда, всё, не грёз. Тут, тут я не знаю, сколько. Тут, наверное, ну, примерно половина стоит. Короче, я честно говорю, я даже не знаю, сколько. Я точно знаю, что больше 500 тысяч. Я не знаю, не считаю. Ну, сколько считаю. Пена, пена, пена. Главное, чтобы ничего не было. Одна пена. Дерева тут вообще нет. Нет, я вот дерево купил дефицитуля в таком году, в шестнадцатом году. Дефицитуля я купил. И только в этом году, когда-то они пустые стояли. В этом году вот я их заделал. А вот, сейчас. А, это, я смотрю, решётка. От кого решётка? А тут вот мыши лазят. От мышей? Мышей. Куницы такого нет? Нет, нет. Ну, как они есть, но не пакостя. Я пакостя, но там один-то что углубит. Это всё. Крючёёчек. А вот сколько плитки на крыше. Как у меня поддомки. Да, вот это же у меня так будет. Вот кирпичики. В общем, сегодня ураган. Смотрите новости. Какой число на сегодня? Сегодня 18-е. Короче, в Германии, чрезвычайное положение, ураган. Вот, блин, улик повредился. Не, ну, ураган был. Мы приехали аварий много. Я говорил на области. В общем, лес завалило капитально сегодня. Короче, мы приехали к Жене в самый пик урагана. Тут-то стоят. А чем они покрашены? Это заводская краска? Нет, простой. Это как? Она как было, краска простая. Ну, я понял. Не, ну сами или вы красили? Ну, как у меня. У меня краска пульта. Это вот кормушки наши разлетелись. А, вот дерево. Это сетка где-то была? Нет, кто-то прилетел. Тут рожки стоят. Да, там. Тут ящики. Пришлось вывозить так, как я обычно рамки и сюда-сюда. Корпуса я использовал. Ну, как зимой, ващил туда-сюда. В этом же кормушки завелись. Пришлось съезжать экстренно. Это вот разделители для работы. Разделители, кстати, для твоих. Надо тебе. Без... Не надо. Не надо. На продажу, чтобы меня, ну, как отправить, если что-то не подходит. Я разделителями не пользуюсь. Поэтому не надо. Да, погода, конечно, не летная. Пошли куда-нибудь. Погода вообще... Тут тоже, я смотрю, вот здесь весь новенький. Тут на двух корпусах. Там на одном. Это отводки на одном. Отводки на одном? Так, пяти. Кажда, не что-то не. Ага. Смотри. Сними, Ваня, насчет... Че снять? Да, вот. А, это... Так оно везде, я смотрю. А представься, с дерева что случается. Нет, сырость капец. Там есть уля на них вообще... Нет, важность мы заметили. Деревья все в мхе вот этом. Деревянные уля... Дерево будет капец. По лету, грубо говоря, три-четыре года занимает полностью. Мусор. Все зависит от того, как сказать, в Голландии. Что ты хочешь и в Германии. Смотри, можно жить, допустим, в Хьюнтона, Сельда, за большие деньги. Да, ну, вот такое нормальное было, так, что у нас... Если ты хочешь, ты только туда спать приходишь в отель, правильно? Да. Поспал, пожрать можно где-то за пределами, ну, отеля, и все. А так, как сказать... Если, считай, в Хостель брать, да, там в Хостель бывают волосы попадаются. Что-то, это фигня. Вот. А так, я имею в виду, еще дешевле вариант есть путешествия. А так, я думаю, самое, ну, транспортное расходы дорогое, как получается. Отель, если взять типа Гаст Хаус, вот это, да, понял, да, как я имею в виду, вот это гостевой домик, или как оно будет по-русски? Гаст Хаус. Вот. Если его взять, да, то там еще дешевле будет, то есть... А просто заранее маршрут, ну, как ставить, и все. Ты что, только ночевать приходишь, поэтому... И без разницы, допустим, где ночевать. Как люди строят дома большие, а там только спят, а работают за пределами дома, и все. Не, по Европе очень просто двигаться. Где бы ты ни был, главное спрашивать, есть ли ужин. А что скажут, что режимы никто не соблюдает. В Германии или в Голландии? Ну, вот Толик рассказывал за телефон, по-моему, на 200 евро. 250 евро за телефон на пуле. У нас тоже за телефон сейчас... Меня за телефон ни разу не шутовали. Меня за превышение в этом году один раз только оштрафовали. Ну, как я тут все это видел, где 120, там 160 идут. А так, как... Самый большой штраф у меня был 170 евро, превышение на автобане на 30 километров. И... Короче, в 2015 году мне всех больше 4 или сколько раз за превышение на штрафовали. А так, ну, а как гоняем, как все тут вот, посмотрим, вот что летят. А тут 60. Нет, не 60, не 90. Ну, не может, 90 едут. Скоростной режим никто не соблюдает. Вот мы за иками, по-моему, на Будде-Муро, ну, как на этой дороге. Ну, как на этой дороге, 60 ехали, не все 90 едут. Скоро давится. У собаки тренируются. Про погоду Германии. А что погода? Видишь, какое число сегодня у нас? 24 декабря плюс 7. Января. Плюс 7 градусов. Вчера сколько? Плюс 4 было. Позавчера минус 5, где-то ночь же было. Снег, видишь, весь смыло. Погода, что, чем выше в горах, тем больше снега. Сейчас вообще нигде нет. Сейчас будет. Солнце будет, пчелы летают. Поэтому, вот, наверное, сколько я живу, 12 лет. Первая зима такая паршивая. Именно проблемы с расплодом. И вообще непонятно, что происходит. Ну, что? В Германии в любом случае проще жить. Хоть это самое. Проблемы я помелась. Про дотацию расскажи. Про дотацию чего? Эмигрантам. А, эмигранты что? Эмигранты? Что такое эмигрантам? Хорошо быть, можно они работать, можно жить тебе. Плотят денежки, жилье платят. Медицины платят. Страховки все платят. Ты живешь. Сколько там платят? Слушай, я честно сказать не могу, сколько сейчас платят. Сейчас не получаю. Я когда приехал, мы получали 345 евро на человека. Ну, мы жили типа как в общежитии, да? Ну, плюс мы застрахованные были, да, полностью. А потом, когда я квартиру нашел, переехал, квартира стоила 340 евро. Короче, я 70 евро должен был свои деньги заплачивать. То есть, получается, 340, 270 евро мне платило государство на квартиру. То есть, получается, я получал 345 плюс вот эти 240 за квартиру, да? Ну, мне уже тяжело почитать, сколько там вообще сумма будет. Ну, из-за того, что моя квартира больше была от того, сколько мне положено, ну-ка, ну, поняли, да, чем или как? По квадратам, да. По квадратам, то есть, ну, там, квадраты, стоимость квартиры. Я должен был доплачивать, как бы, типа из своих денег. Вот за этих 345. Я доплачивал 70 евро. А когда Оля уже приехала, у нас двое стало, да, и квартира уже, как бы, ну, подходила по площади и по цене, то мы уже ничего не доплачивали. Мы получали 1050. Я был счастливым человеком, мне не надо бы они работать, ничего. Мы просыпались, ходили гулять, да, там, по городу, туда-сюда, приходили домой, ты не уставшим. Ну, я считаю, что это, наверное, самое счастливое. Вот мусор выставили. Вот сейчас они едут, собирают, это знаешь, как упаковка. Ну, пластик вот этот, все, что в упаковке, вот они едут, то есть, ну, это по календарю выставляют, ну, как бы, и вот сейчас собирают машину мусор. По средам, да, получите? Нет, там, короче, приходит, в декабре приходит план на весь год, по датам, когда будет. И какой мусор, когда. А если мебель что-нибудь выкинуть хочешь, допустим, ну, как вот, мебель дома меняешь, да? Если мебель нормальная, ее можно продать через ebay, допустим, ну, как бы, да, как один из вариантов. А второй вариант, это фирмы есть, которые торгуют, ну, как вот этой бушной, ну, мебелью. И они просто у тебя за бесплатно ее забирают, лишь бы, короче, ну, как, тебе не надо ее таскать, ничего, то есть, как бы, да? То есть, получается, у тебя и утащат, и все, и тебе хорошо. А третий вариант, такая, ты выкидаешь, это идешь в администрацию города, говоришь, я хочу мебель выкинуть, тебе дают такую бумажку, ты заполняешь, там, допустим, холодильник, это, это, ну, примерно, там, три стула пишешь, один стол, там, один ковер, ну, в общем, что ты выкидаешь. Отдаешь, ты бумажку обратно в администрацию, и тебе приходит письмо, потом с карты, это такое. И там написано, допустим, ты будешь, там, мусор выкидывать, там, 20-го, там, декабря. Это, в общем, как бы, город планирует когда-нибудь собирать это все, то есть, такие бумажки куча по всему городу расходятся тем людям, которые хотят выкинуть, и все, что пусор просто не валялся на улице, да, то есть, в определенное время все выкидывается. Я бы сказал, организовано классно у них все. Субтитры сделал DimaTorzok